Плодотворная работа в течение трех лет на Соловьевом овраге принесла свои плоды. Эксперты интернет-портала ФЦП ЕРБ2030.РФ провели проверку уровня радиации на объекте в центре Ульяновска. Контрольные замеры радиационного фона территории показали, что участок, который был загрязнен еще в 1962 году, больше не несет никакой угрозы. Был пожар на приборостроительном заводе, и вот активные радиоактивные вещества в ходе этого пожара были утилизированы здесь. И многие годы ульяновцы, и я, собственно говоря, тоже не знал об этом, в 2013 году, когда жители в ходе предвыборной кампании обратились, и стало это известно экологам и тем, кто занимается исследованием радиоактивных загрязнений, тогда, когда произошла беда в Чернобыле. Тогда по стране начался жесткий мониторинг многих объектов. Так стал известен факт о фонирующем участке в центре Ульяновска. Тут же к проблеме подключились эксперты государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Радиоактивный грунт вывозили, в результате чего территория объекта была реабилитирована. По результатам, в соответствии с теми критериями, которые установил Роспотребнадзор, мы не превысили тех значений 0,3 микродозиверта в час, которые были установлены. По результатам, мы провели отбор проб, провели спектрометрические измерения, упаковали контейнер с радиоактивными отходами, и он ушел на долговременное хранение, на пункт хранения радиоактивных отходов Нижегородского отделения. В дальнейшем будет решаться вопрос о передаче национальному оператору. На данный момент на территории страны находится более 500 миллионов кубических метров радиоактивных отходов. Рекультивация радиационно-загрязненного объекта Соловьев-Овраг прошла в рамках федеральной целевой программы обеспечения ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года, стоимость которой почти 700 миллиардов рублей. На участок в Ульяновске было затрачено порядка 10,5 миллионов. Такие пятна, это, собственно говоря, пятно, если по оценкам тех масштабов, в которых работает ФЦП и РБ, то это такая очень маленькая, но очень важная работа, которая выполнена, можно сказать, в центре города, для того, чтобы люди спокойно себя чувствовали, без опасения каких-то рационных угроз и так далее. Главная цель на сегодня – определить дальнейшую судьбу этого участка. А это уже задача для городской администрации. И, возможно, в скором времени вместо незаконной свалки здесь будет зеленая зона и место для отдыха. Кристина Жакот, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.